Привет, я Даша, я двинута на волосах. Если бы я была президентом, я бы приказала, я бы запретила все короткие прически. Вот почему я не президент. И в этом видео я хочу рассказать, почему я такая двинутая на длине. И немножко рассказать о истории своих волос и о том, как я за ними ухаживаю. Но если вам хочется слушать историю моих волос, хочется сразу послушать про уход за ними, то я оставлю под видео время, на него кликните, и перейдете сразу в ту часть, которая по уходу. Итак, сколько себя помню, мама меня всегда стригла коротко, буквально волосы только по плечу доходили. А я хотела длинные волосы, но кому нужно мое мнение вообще? Я думаю, маме было просто проще, потому что у нее было мало времени, меня заблитаться не умела, но умела расчесываться. Расчесывалась и пошла, не надо возить с волосами у меня. А потом в средних классах школы я все-таки настояла о том, что я хочу длинные волосы. Даже не удалось их отрастить, где-то до середины спины. Мама все время говорила, постыгись, постыгись. Я говорю, нет, ну давайте кончики подавляем. Я говорю, нет, ты мне волосы обкорнаешь. Нет, не обкорнаю. В общем, она меня уломала. Обкорнала по самой неболой. Вот, обозвала их красивым хвостиком потом, когда стала кричать, что родной матери нельзя доверять. Ну, и вот так. А потом как-то я сама все время с короткими ходила, и с щелкой, и без щелки, и красила со всевозможные цвета, делала миливирование, колорирование, чего только не было. Но потом все-таки я захотела, опять захотела отрастить длинные волосы. Я считаю, тут просто то, что мне в детстве не давали возможность отрастить косы. У меня из-за этого возникла идея фикс, комплекс прям какой-то. И уже это меня очень здорово двинуло по поводу длины волос. Тут на меня еще что повлияло. Во-первых, у нас славянская семья. В том плане, что мы чтим историю славян, помним ее и все такое. Мне даже папа вместо сказок в детстве рассказывал разные истории, славянской истории. Прошу прощения за тавтологию. Про Ольгу, про княгиню. Про Олега, про Игоря. Ну, про всех. И славянки, они всегда ходили с косами. Поэтому вот это было еще одной причиной. И был еще такой фактор, что я всегда любила индийские фильмы. А вы видели косы в индийских фильмах? Это же красота. Как можно постоянно, глядя на эту красоту, не захотите отрастить волосы? Ну, скажите. А потом меня двинуло не просто отрастить волосы, а отрастить свои. Чтоб цвет был свой, потому что я видела, что как будто не красился, как будто не изгалялся, каким бы опытным мне был бы парикмахер, цвет будет однородным. А когда волосы естественные, он приливается множеством оттенков. Так только матью природа умеет красить. Поэтому я отрастила свои собственные волосы. Все, что вы видите, это мое. Это мой цвет, не крашеный. Ну, собственно, вот в силу рассказанного, и мне двинуло по фазе по поводу длитых волос. Я их стала как безумно просто отращивать. Сейчас они у меня спереди где-то достают до пупка, а если назад перекинуть, то как раз вот до поясницы. Уход. Есть очень шикарная морозка, просто потрясающе, индийская. На то, чтобы не только отращивать волосы, но и придавать им густоту, я ее пользовалась. И авторитетно заявляю, что она правда действует, и действует очень скоро. Рецепт я на нее оставлю под видео. Но ее нужно каждый раз готовить. Делается это легко, быстро, в принципе, не сложно совсем. Ну, я ж ленивая коза. Поэтому я делаю другую маску. Я оставлю под видео ссылку на девочку, которая нормально рассказывает, как ее делать. Но я сейчас кратко расскажу. Нужно разлить голову на проборы по всей голове, не только вот здесь. И наносить. Значит, я чередую репейное и касторовое масло. То есть, на один ряд касторовое, на другой репейное, на третий опять касторовое и так далее. По всей голове. Потом я все это так вот массирую. Надеваю шапочку для душа, сверху полотенце. И хожу минимум час. Ну, чем дольше, тем лучше, конечно. Вот, тоже неплохо влияет на волосы. Уже полгода так делаем. И да, за все приобрела спрей для волосы Валар. Выглядит таким образом. Эксперт для волос. Лосьон для влюбления волос. Девчата, это галимая спиртяка. Фуууу. Сейчас упьение. У меня же глаз затергался опять. Ну, весь день сегодня тергается. Его нужно носить... Его не надо смывать. Его нужно наносить 2-3 раза в неделю по инструкции. Ну я же Даша Я это делаю каждый день по будням То есть 5 дней в неделю Я его наношу на кожу головы Он волос не жирнит Так как он на спортовой основе Делаю легкий массаж головы И запрелась и пошла Пока ничего не могу сказать О его влиянии на волос Потому что я всего лишь Вторую неделю пользуюсь Пока ничего такого не заметила Два месяца должен курс идти То есть В декабре как раз К новому году закончу курс Далее Когда я иду в ванную смывать С волос вот эту маску Из масел А я в ванной читаю Да, есть такой косяк У меня есть вот такое масло кокосовое Оно жиденькое Есть такое Как бы я просто Девчонка Я и не косметолог Не парикмахер Поэтому я все буду Терминология у меня соответствующая Простецкая В общем есть кокосовое масло Такое типа кашицы А есть Такое прям жиденько-жиденько Как водичка Я никак не могла Вот с таким маслом Подружиться Что это у меня Парашют Написано 100% Кокосовое масло 100 мл Я никак не могла С ним сначала Подружиться Потому что говорили Что нужно нанести На волосы Там Шапочку Душа сверху Сверху Полотенце Ходить не меньше часа Потом это нереально Смыть Просто Раза 3-4 Нужно промыть голову Хорошенечко Прям смачно Чтобы смыть Поэтому я с ними подружилась Но потом я услышала Что нужно Сначала намочить волосы На длину Нанести Это масло И где-то через часик смыть Поэтому Когда я иду в ванну И я сразу Мочу волосы Сверху кокосовым маслом Завязываю их в узел Сижу читаю Мою Занимаюсь Своими делами Педикюрами там всякими Мою голову В последнюю очередь И к этому времени Как раз где-то часа проходит Да больше Если книжка увлекательная Эффект хороший Волосы сразу становятся Ласковыми Нежными Гладенькими Даже кончики Немножечко так Вьются У меня сегодня Уже просто второй день После помывки Они уже не так сильно вьются А так прям прелестно Так что Запоминаю Как правильно Его использовать Если кто-то Еще узнает Какие-то секретики Именно Женика кокосового масла Использовать на волосы То Я буду только рада Узнать И по тех секретикам До такой степени данных Что только один раз Успела Упользоваться Я купила В фикс-прайсе За 49 рублей Лепейную маску Кстати Хочу заявить Будьте с лепейным маслом Осторожен Делала Что у некоторых Вообще Никак не влияет На волосы У некоторых Жутко Выпадают А у некоторых Растут Как на дождях Мои волосы Нормально Легируют на лепейное масло Поэтому Использую Во всем Так Лепейная маска Она с лопуком Вот ее открываешь Галимый лопух По аромату Жать через камеру Не могу передать Но галимый лопух С керамидами Тут написано Выглядит таким вот образом Консистенция Достаточно такая Немножечко Нетипична Для масок Она более Твердая Что ли Прикольная Так вот Что хочу я вам сказать Уже после первого применения Заметила эффект Волосы Прямо стали такими Рассыпчатыми Прямо такие Прямо такие И там объемчик Там пышнота Все Все при вас будет Что это за фирма Кстати Апотекс И В общем выглядит Вот таким образом Запоминайте И берите Я хвалю Но Делайте скидку На то Что Ваши волосы Могут Отреагировать Ну в общем Как я предупреждала ранее Последнее Что я покажу Это От натуры Сибири Каблепиховое Масло Для кончиков Волос То есть Когда я уже смыл Там Касторо Репельную Маску Нанесла Кокосовое Масло После этого Все это Кстати Я забыла Сказать Вот эта маска Ее не надо Смывать Шампунь Она очень легко Смывается Обычной Теплой Водой Так вот После того Как я смыла Шампунями Кокосовым маслом Помыла А Нанесла Это Слопухом И слепейную Масло Маску Промыла Теплой Водой Голову Уже Вылажу Из ванны Просушила Волосы Полотенчиком И На самые На самые Кончики Я наношу Это Лепельное Масло Тут Вот эта Хрень Которая Пробка Она В виде Пипетки Сейчас Как бы Не закапаться Вот видите Очень удобно Не скажу Что она Прям Эффектно Преэффектно Прям Сказка Волшебство Как будто Кто-то По кончикам Волос Прошел С лошебной Палочкой Но И Бесполезным Его Нельзя Назвать Действительно Кончики Становятся Получше С ним Но Повторюсь Это Не чудодейственное Средство Вот Собственно Это все Шикарно Хвала вам волос Пока Субтитры Субтитры